До 15 ноября осталось три недели всего. Есть ли у Путина какие-то рычаги, кроме вот этих заявлений о грязной бомбе? Шойгу уже замучил полмира, обзвонил уже почти всех министров обороны. Сегодня звонил в Китай и в Индию. Пожаловаться и сообщить о том, что Украина готовит грязную бомбу. В Украине очередной раз ответили. Резников сказал, что это абсурд и полный фейк. Новый этап российской информационной кампании против цивилизованного мира. Вот на ваш взгляд, вот эта история с размахиванием грязной бомбы, попыткой обвинить в Украину, все понимают, что по сути они угрожают взрывом ядерной, грязной, негрязной бомбы. Тем не менее, вот эти угрозы, это и есть попытка до 15 ноября каким-то образом, если не заставить Украину пойти на переговоры, то как минимум начать этот процесс. Или для чего? Собственно, и не только это. Мы до этого видели, что до, сразу после саммита в Самарканде, когда Путину выдвинули эти условия, что произошло? Ну, во-первых, была аннексия, мы видели эту аннексию. Такая недоделанная, плохенькая, но аннексия какая-то была оформлена в Георгиевском зале Кремля, были большие торжества по этому поводу. Потом было заявление о мобилизации, и сама мобилизация началась, тоже как средство давления, тоже как средство заставить Украину пойти на переговоры. После мобилизации сейчас начались разговоры о том, что вот Украина собирается взорвать то ли дамбу Каховскую, то ли вообще весь каскад водохранилищ на Днепре. Тоже средство давления на Киев. Путин говорил о том, что пора прекращать работу зерновой сделки. Тоже средство давления. Плюс, конечно, самое последнее это ядерное оружие, но вот я уже думал, интересно, что они еще придумают перед ядерным оружием, потому что вроде уж как нечего, дальше вот остается только ядерное оружие. Вот придумали еще эту грязную бомбу, и сейчас еще ею попытаются надавить на Запад. Но я думаю, что речь идет не о том, что мы применим грязную бомбу. Нет, не так же. Имеется в виду, что вот сейчас взорвется грязная бомба, и это развяжет нам руки для применения атомного оружия. Скорее всего, вот что имеется в виду, я так думаю, с российской стороны в данном конкретном вопросе. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, насколько это поможет Владимиру Путину. Думаю, что не поможет, потому что все понимают, что Украина, ну как бы, ну, с точки зрения любой логики, нет ни малейшего резона Украине взорвать грязную бомбу, если бы даже она была на своей территории. Ну, это уже в Москве взорвите тогда в конце концов, да? Ну, это бы какой-то смысл бы еще имело, и то странный, тупой, но хотя бы какая-то логика бы здесь прослеживалась. А на своей территории себя же травить грязной бомбой, чтобы тебя еще в этом потом и обвинили, но это абсолютнейшее безумие. Поэтому я думаю, что Россия таким образом вот этими разговорами о грязной бомбе либо пытается прикрыть возможное применение ядерного оружия, потому что там шла речь в том числе о том, что, возможно, Украина таким образом, то есть пытается замаскировать применением грязной бомбы, на самом деле, то есть с помощью этой грязной бомбы обвинить в ее применении Россию, а на самом деле сделать так, чтобы у России там не сработало ядерное взрывное срок. То есть что-то такое. Ну, короче говоря, какие-то очень странные логические нагромождения, которые, в общем, ну, с любой точки зрения, если на них посмотреть, они не имеют никакого смысла. Но Россия, очевидно, что-то такое готовит. Есть, правда, конкурирующая теория, которая, на мой взгляд, выглядит несколько конспирологически, но она заключается в том, что вполне возможно, я ее рассматриваю, я не верю в нее на 100%, но мне кажется, она имеет некоторые основания под собой, то, что западные разведки могли скормить России дезинформацию о том, что в Украине есть некая грязная бомба. Для чего это могли сделать западные разведки? Для того, чтобы посмотреть на реакцию России на возможный ядерный инцидент. То есть насколько серьезно российское руководство будет готово к применению ядерного оружия. И вот, как мы видим, сейчас у России появилась не злая решимость ответить, значит, ядерным оружием на какой-то такой инцидент, а мы видим, что у России появилось, в общем, что-то типа паники и страха. И я думаю, что западные спецслужбы, если действительно они были, и это действительно они скормили информацию россиянам про грязную бомбу, то они могут быть довольны собой и довольны, точнее, ответом Российской Федерации и реакцией Российской Федерации на подобного рода сообщения. А не может ли быть обратный сценарий, что заявление Украины об этой грязной бомбе и, соответственно, после этого Россия использует ядерное тактическое вооружение якобы на опережение? А куда? Куда бить-то? Как бы и зачем? Ну, слушайте, сценаристов в Кремле тоже предостаточно, я думаю, там... Нет, но они могут сказать, хорошо, вот у нас есть информация про грязную бомбу, ну, как бы до ее применения бить куда-то смысла нет. Вот на опережение, чтобы, значит, мол, мы узнали, что она находится там где-то, я не хочу просто называть какие-то места, чтобы не пугать людей, ну, где-то, условно, туда ближе к Европейскому Союзу, к примеру, чтобы там еще и подложить ядерную ценю еще больше, к примеру. Нет, смотрите, для применения России ядерного оружия, в общем-то, России никакие предлоги особо не нужны, захотят применять. Вот, собственно, я поэтому и думаю, что имеет смысл теория такая, которую я сказал, вот назвал конспирологической, чтобы Западу реально интересно, Россия может применить ядерное оружие или не может. И мне кажется, вот эта нынешняя реакция России, несколько напуганная, я обескуражен, и свидетельствующая о том, что что-то пошло не по плану у них там, я думаю, она свидетельствует о том, что, в общем, Россия готова угрожать применением ядерного оружия, но применять его не хочет и не собирается дальше. Но в настоящее время не будет и не собирается. Но в будущем, черт ее знает, потому что ситуация может измениться, и когда Владимир Путин окажется в ситуации, когда вообще никаких вариантов воздействия на ситуацию у него не будет, то тогда, вполне возможно, он и отдаст такой приказ. Но такой приказ, если он будет отдан, еще далеко не факт, что он будет осуществлен. Еще один симптом, который хочу с вами обсудить, в совбезе Российской Федерации заговорили о якобы необходимости так называемой десатанизации Украины. Написал об этом Алексей Павлов, помощник секретаря Совета на безопасности России, полагая, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины. Можно было плюнуть и пойти дальше. Но мне вот здесь такой показался некий симптом, поскольку он ложится в цепочку предыдущих таких же заявлений. Заявление Красовского, что надо топить, сжигать детей. Заявление Кадырова, что надо ровнять украинские города с землей. То есть это ложится в такую линейку демонизации противника. Если раньше была легенда про освобождение, про страшных, что все украинцы хорошие, только к власти пришли страшные вандеровцы, то сейчас маски снимаются, сценарий меняется. Правильно я понимаю? Ну, в общем, да, уже давно речь шла о том, что с точки зрения Владимира Путина Украина просто не имеет права на существование. Разные были предлоги, под которыми предлагалось ликвидировать Украину. Это антироссия. Самый Путин в своей статье 2021 года назвал антироссией. Сказал, что мы этого не можем. Потом была и вот эта деноцификация, и демилитаризация. Был знать, что еще. А сейчас уже привлекли эту десатанизацию, что тоже не очень понятно, что это вообще такое. Но ищут какой-то повод. Ну, а цель, результат конечный должен быть, в общем, один и тот же. Ликвидация Украины как политического проекта. Просто полное уничтожение Украины. Под разными соусами они пытаются это продать, в первую очередь, я так понимаю, российскому народу. Потому что, в общем, не так-то просто объяснить, почему целый народ должен быть уничтожен. Но деноцификация не прошла, декоммунизация или что-то там еще тоже не прошла. Сейчас вот будут десатанизацию пытаться продать. Но вообще говоря, конечно, тут сразу встает в память шамана Александра Габышева, который говорил, что Владимир Путин является демоном, с пришедшим в Российскую Федерацию прямиком из ада и угрожающий всему живому и намеренный уничтожить все живое на планете. Тогда это звучало немножко дико, странно и весело. А сейчас мы смотрим. Но вообще-то говоря, шаман Александр Габышев был, пожалуй, точнее в своих оценках ситуации, чем большинство российских и зарубежных политологов и профессоров Оксфордов, Кембридов и Стэнфордов. То есть у него была более точная оценка личности Владимира Путина. И, собственно, шаман Габышев шел в Москву, он, как мы помним, для того, чтобы провести на Красной площади некий обряд, ритуал, с помощью которого Владимир Путин, будучи демоном, переместится из нашего измерения прямиком в ад, откуда он появился и куда, по мнению Габышева, должен быть возвращен. И на самом деле я думаю, что если бы подобная операция была кем-то проведена, то на самом деле вот эта десатанизация России привела бы к прекрасным результатам. И это помогло бы и Российской Федерации, и Украине, и всему подлунному миру жить долго и счастливо, и безбедно, и без горести. Но, к сожалению, вот Путин, как часто пользуется этим, почти всегда пользуется этим, этой методикой отношений с внешним миром, он зеркалит то, в чем обвиняют его, он начинает в этом же самом обвинять своих оппонентов. И то, что делают оппоненты, он тоже начинает это делать. То есть вот в данной ситуации он зеркалит, то есть он как порождение тьмы, порождение, так сказать, нижнего мира, да, скажем так, он хочет обвинить в том же самом своих оппонентов. Ну, как бы мы с вами живем в Украине, мы понимаем, что никакой сатанизации здесь никогда не было, здесь было все, что угодно, но кроме сатанизации. Наоборот, в Украине население, мне кажется, существенно более религиозное и соблюдающее всякие обряды правил и так далее, чем в России. Поэтому, если кому и нужна десатанизация, то Российская Федерация, если быть совсем точным, то центральному административному округу города Героя Москвы по адресу Кремль, дом 1. Об этом точно сказал секретарь РНБО Алексей Данилов. Путинский совбез, это 13 членов, та самая чертова дюжина, и кому здесь нужна десатанизация. Ну, и вы правильно сказали, из Киева пошло православие на Русь, значит, и они, люди из Москвы, у которых в центре города лежит мертвый человек, рассказывают нам о каких-то обрядах и сатанизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова